Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре прошла первая открытая тренировка женской команды «Крылья Советов». Почти весеннее половодие. Синоптики оценили уровень воды в Саратовском водохранилище у берегов Самары. Он достиг рекордных показателей. С 1 по 15 ноября вода находится на уровне 29,5-30 метров. Это наибольший за весь период наблюдений показатель, сообщили в Приволжском УГМС. По словам сотрудников управления, это связано с увеличением сброса воды с Жигулевской ГЭС. Платину открыли в конце октября. В 2019 году уровень Волги у Самары поднимался несколько раз. Кроме традиционного весеннего половодья, река затапливала пляжи в конце августа. Больше 70 тысяч заявок за два месяца. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами внедряет новые технологии. Активно принимает заявки от жителей региона через социальные сети. Как работает система, расскажет Лариса Шалафаст. Решить вопрос с компенсацией за услуги ЖКХ семьи Юдиных помогли современные технологии. Когда вывоз мусора стал считаться отдельной коммунальной услугой, компенсация не поступала. Хотя у семьи есть льгота. Заявку региональному оператору решили отправить через соцсеть. Очень быстро нам пришел ответ, что наш запрос поступил в обработку. И уже в ноябре месяце получили возмещение, льготы. Мы пенсионеры, так что нам все надо. Это выгодно, удобно, конечно. Хорошо. Спасибо, что это дело внедрили. С вопросами к региональному оператору можно обращаться и по телефону. Заявки на корректировку данных и оформление льгот поступают в специальный отдел. В день сюда приходят до полутора тысяч разных обращений от жителей региона. Расчетное отдел занимается формированием лицевых счетов, начислением, перерасчетами, выгрузкой, начислением и оплатой в Министерство социального обеспечения. Также формированием квитанции и для последующей доставки потребителям. Всего за последние два месяца к региональному оператору поступило более 70 тысяч обращений. Раньше большинство вопросов касалось корректировки данных в квитанциях. Сейчас все чаще обращаются, чтобы открыть лицевой счет и своевременно оплачивать вывоз мусора. Лариса Шлафаст, события. Время, потраченное на благо. Общественники и активисты ОНФ провели субботник и помогли расчистить помещение, где разместится инклюзивный центр. Он должен открыться в ноябре следующего года. Кто и почему пришел на помощь, узнал наш корреспондент. Активист Денис Стукалов регулярно принимает участие в общественных делах, специализируется на расчистке водоемов. А сегодня пришел помочь привести в порядок помещение будущего инклюзивного центра на Подшипниковой-16. Это лучший отдых и работа одновременно. Помочь людям в хорошем начинании. Я считаю, что каждый человек должен по мере сил участвовать. Инклюзивный центр станет местом, где людям с ограниченными возможностями будут помогать жить полной жизнью. Здесь разместятся кружки, будут проводить мастер-классы. Идея его создания принадлежит самарским общественникам. Помещение предоставила администрация города. Помочь привести его в порядок пришли активисты ОНФ. И вот мы сегодня решили сделать вот такое доброе дело и провести субботник. Прибраться здесь, вынести крупногабаритный мусор. Тем самым как можно быстрее, ускорив открытие этого инклюзивного центра. К лету мы планируем отремонтировать половину, которая более свежая. И к ноябрю следующего года должны открыть весь ресурсный центр. В конце месяца в Самаре пройдет благотворительная ярмарка, где желающие смогут купить картины, написанные людьми с ограниченными возможностями. Вырученные средства пойдут на ремонт центра. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Отделяют картонки от стекла. В Самаре подвели итоги областного экологического проекта «Школа за раздельный сбор». Ученики в течение года сортировали мусор. В экосоревновании участвовали почти 100 образовательных учреждений. Это самые масштабные проекты на подобную тематику в России. Уникальным самарским опытом заинтересовались на федеральном уровне. Андрей Горгуленко подробнее. Ученики школы номер 96 установили рекорд. За прошлый год собрали 136 контейнеров с мусором. И победили в областном проекте «Школа за раздельный сбор». Образовательные учреждения участвуют в конкурсе с 2016 года. И хотя соревнования – это весело, директор признается – дети проявляют активность не только ради призов. «Конечно, соревновательный процесс, он очень важен, но мы как раз цель ставили не эту, цель не соревнования. Мы доводили до детей, что экологическая проблема – это очень серьезная проблема не только в нашей стране, но и во всем мире. И поэтому мы решать ее должны все совместно, начиная именно с детей». Участниками областного экологического проекта «Школа за раздельный сбор» в Самарской области в прошлом году стали 90 школ. В этом в него включились еще более 10. В учреждениях устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, проводят классные часы, а также чаще выходят на уборку территории. «Важно, чтобы за воспитанием вот этих вот навыков, за их привитием шла системная работа. То есть, чтобы раздельный сбор появлялся не только в школах, где мы видим, что он уже приживается, а чтобы он появлялся в каждом дворе». Конкурс «Школа за раздельный сбор», поддержанный губернатором Дмитрием Азаровым – часть федерального проекта «Чистая страна». Он также помогает решить задачи, поставленные нацпроектом «Экология». В таком масштабе и формате он проводится только в Самарской области. Этот успешный опыт будут развивать и по всей России. «То, что сегодня к нам приехал, руководитель федерального проекта, Бурмата Владимир Владимирович, именно на подведение итогов школы за раздельный сбор, показывает, что наша практика, практика Самарской области, очень нужная и в рамках уже федеральной, будет развиваться». «Я уверен, мы воспитаем через детей хорошего потребителя, который, так сказать, и пользуясь природой, будет очень трепетно, бережно к ней относиться». Организаторы проекта рассчитывают, что к следующему году контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех школах региона. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. В Самаре открылась выставка проектов по сохранению архитектурного наследия Самарской области. Это итоги участия региона во втором Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который прошел в Казани в мае. Более 20 самарских проектов получили высокую оценку коллег. Некоторые работы были отмечены наградами. Проект «Фабрики кухни» получил серебряный диплом в конкурсе «Лучший объект сохранения и развития». Бронзовый диплом достался проекту реставрации «Школа номер 25 Модерн». В конкурсе «Лучшая студенческая работа» дипломы Союза архитекторов получили проект «Энергокомбинат» и проект реставрации храма Архангела Михаила в селе Дергачи. Это работа, которая была связана с реставрацией храма церкви Архангела Михаила. По этой работе было проведено тщательное исследование. Были отмечены те проблемы, которые необходимо было решить в процессе реставрации. И предложен комплексный проект реставрации. В книге «Второе дыхание города» представлены объекты архитектурного наследия Самары, обновленные во время подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Заказчиками и кураторами возрождения памятников архитектуры выступили правительство Самарской области, администрация Самары, управление государственной охраной объектов культурного наследия Самарской области, коммерческие структуры и представители бизнес-сообщества. Информация, которую мы старались собирать и представили в книге, там не только какие-то архитектурные изыски, которые, понятно, будут только профессионалам, там очень много интересных фактов о владельцах домов разных, о самарских обывателях. Иллюстрированный альбом представляет фотографии десятков зданий, которым реставраторы подарили вторую жизнь, выполнили реставрационные работы, обновили инженерные системы. Разработка и реализация проекта, наделение, номинирование часть территории города Самара Старством исторического поселения мы занимаемся уже третий год совместно с Министерством строительства, администрацией города, Министерством культуры. До конца 2019 года Центр Самары может получить статус исторического поселения. Эта инициатива руководства области позволит продолжать реставрацию Самары и максимально сохранить уникальный облик города. В зону внимания попадет около полутора тысяч объектов культурного наследия и более 230 вновь выявленных памятников архитектуры. Андрей Горгуленко, Елена Нижегородцева, Константин Головин. События. В Самаре стартовала серия семинаров, на которых предприниматели обучают, как вести бизнес. Все это проходит в рамках проекта «Малый бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Одна из встреч прошла в советском районе Самары. Со студентами пообщался и наш корреспондент Анатолий Головко. Студентка технологического колледжа Лиана пришла на семинар, чтобы узнать о развитии бизнеса. Девушка изучает коммерческое дело. Признается, в будущем мечтает торговать недвижимостью. Хочет стать успешной бизнес-леди. Я хочу понять, что нужно вообще сделать, чтобы хотя бы понятие иметь, как открыть свой бизнес и так далее. Потому что в дальнейшем я хочу это сделать. Чтобы стать успешным предпринимателем, одного желания недостаточно. Нужно четко спланировать стратегию развития собственного бизнеса, изучать рынок предложений и разбираться в законодательной базе. В этом участникам семинара помогают опытные наставники. Один из них – директор Самарского бизнес-инкубатора Дмитрий Титов. Для того, чтобы эти размышления были, скажем, информированы и размышлять можно было с сознанием дела, мы проводим семинары и рассказываем, какие шаги должен человек совершить для того, чтобы стать субъектом малого и среднего предпринимательства, какие формы налогообложения существуют, какие меры поддержки оказываются администрации городского округа Самара, правительства Самарской области на федеральном уровне. Подобные семинары во всех районах города проводят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Кроме того, в Самаре существуют и другие меры поддержки молодых и амбициозных бизнесменов. Сейчас им предлагают принять участие в конкурсе грантов, который проводит Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. У нас последняя неделя по приему заявок для участия в конкурсе на выдачу грантов. Приглашаем всех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые уже работают, которые внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер гранта составляет 350 тысяч рублей. Предприниматели могут подать заявку и получить консультацию в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Анатолий Головков, Василий Колдашов, События. Думая о пенсии с молоду, единый день пенсионной грамотности провели сотрудники ПФР в экономической академии. Что нужно знать, чтобы получать достойные начисления, расскажет Елена Нижегородцева. Самарская область приняла участие во всероссийской акции «День пенсионной грамотности». Старт-компания был дан в Самарском государственном экономическом университете, где сотрудники фонда рассказали о правилах формирования пенсии в России. Пенсионный фонд регулярно проводит по всей стране уроки по повышению грамотности для молодежи. О том, как устроена система и формируется будущая пенсия, большинство студентов слышат впервые. Что можно узнать о пенсии, связаться непосредственно с работниками пенсионного фонда через какие-то социальные сети. Для нас это сейчас очень актуально, поскольку 21 век технологий, и сейчас это очень удобно. Некоторые студенты подрабатывают в летнее или вечернее время, поэтому уже знакомы с формулой пенсионных начислений. По 17-летней Дарьи летом работала вожатой в детском лагере. Официально по договору. Она знает, почему это важно. Заплаты в конвертах, ну, это уже должно отходить на второй план, должна быть белая зарплата. Ну, я так считаю, потому что все-таки пенсионные реформы сейчас диктуют свои новые тренды и стандарты, что начисляются баллы, что их нужно рассчитывать, высчитывать, и от нашей зарплаты белой как раз-таки зависит наше пенсионное числение. Каждый год в Самарской области проходят более 400 уроков пенсионной грамотности для 10 тысяч школьников-студентов. Несмотря на юный возраст слушателей, пенсионная тема всегда вызывает живой интерес. Сегодняшние мероприятия – это хорошие практические советы, рекомендации, которые они сегодня получат, которые они бесспорно учтут и, соответственно, используют в своих личных интересах, ну и в личных, и в интересах, естественно, государства. Сегодня ПФР – крупнейшая федеральная система оказания социальных услуг в России, которые сопровождают человека от самого рождения. Например, получение с НИЛСа, материнского капитала, социальных выплат – всего 25 государственных услуг. Получить доступ к ним можно, не выходя из дома. Большинство государственных услуг, которые оказывает пенсионный фонд, можно получить в режиме онлайн. Это сайт пенсионного фонда, на который можно войти под логином и паролем. Пенсионный фонд на сегодня уже запустил мобильное приложение, которое можно открыть на смартфоне и получать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в режиме онлайн. Для тех, кто привык доверять информации на бумажных носителях, каждый год пенсионный фонд выпускает учебник. Все о будущей пенсии для учебы и жизни. С актуальными изменениями в законодательстве. Елена Нижегородцева, Дмитрий Мишканцов, События. В Самаре стартовали Дни азербайджанской культуры. На площади славы собрались представители региональных диаспор из Приволжского федерального округа. Они почтили память бойцов, которые погибли в Великой Отечественной войне. На церемонии побывал наш корреспондент Анатолий Головко. Великая память, которая объединяет всех. Руководители национально-культурных сообществ Азербайджана со всего Поволжье собрались в Самаре, чтобы возложить цветы к вечному огню на площади славы. Это событие дало старт дням азербайджанской культуры. Мы начали с возложения цветов к памятнику, потому что это наша общая память. И память о героях, отдавших жизни за победу в Великой Отечественной войне. В Великой Отечественной войне участвовали все народы с постсоветского пространства. Азербайджан отправил на фронт около 700 тысяч человек. Половина из них не вернулась домой. Народ, который не помнит свое прошлое, тем более у нас слава Всевышнему, славное прошлое, у него нет будущего. Дни азербайджанской культуры в Самаре пройдут 15 и 16 ноября. После церемонии возложения цветов в Самарской губернской думе пройдет круглый стол Волга-Каспий, незримый мост мира. Голоконцерт в Доме культуры Заря, а также литературный вечер, посвященный 650-летию азербайджанского поэта и мыслителя Имады Дина на семи. Анатолий Головко, Николай Епифанов, события. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре произошло ДТП по вине нетрезвого водителя. Авария случилась на улице Карбашева. Автоледи за рулем иномарки не справилась с управлением. Выехала на тротуар и сбила пешехода. Человек стоял в ожидании зеленого света, чтобы перейти дорогу. После этого белая иномарка пора продолжила движение и врезалась в Лексус. С различными травмами пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу. От медосвидетельствования на месте женщина отказалась. В Самарской области до конца года заменят 44 лифта в 27 домах. На эти цели в областном бюджете предусмотрены 100 миллионов рублей. Так, в Новокуйбышевске появится 6 новых лифтов. В Самаре 16, в Тольятти 22. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря текущего года. В следующем году при объеме финансирования в 100 миллионов, которые заложены в бюджет, уже поступило от муниципалитетов более 250 заявок. Областное правительство сейчас формирует дополнительную заявку в Минфин для того, чтобы увеличить объемы финансирования. В Самарской области в 2020 году могут появиться умные остановки, которые будут автоматически вызывать автобус. Разработку в пилотном режиме предложили ввести в регионе представители НП «ГЛОНАСС». Сервис будет автоматически выводить автобус на маршрут, если на остановке соберется от 5 до 10 человек. Пассажирам нужно будет нажать специальную кнопку, после чего система проверит количество человек с помощью видеодетектора и вызовет автобус. В новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и льготников. Для них на остановке будет работать кнопка вызова социального такси. Также будет предусмотрена возможность заранее вызвать автобус, правда воспользоваться ею сможет только группа из нескольких человек. Самарские университеты охотятся за лучшими умами региона. Школьников-победителей научных олимпиад, творческих форумов и спартакиад берут на учет начиная с седьмого класса. У них есть все шансы учиться в ВУЗе на бюджете. Наряду с теми, кто сдаст ЕГЭ на высшую оценку. Впрочем, институты могут увеличить планку проходных баллов. В среднем в Самаре год обучения в ВУЗе на очном отделении стоит от 50 до 200 тысяч рублей. Рейтинг популярных профессий возглавляют строители, инженеры и энергетики. Замыкают десятку юристы и экономисты. Поэтому больше всего мест, как бюджетных, так и платных, на обучение по техническим профессии. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали представители приемных комиссий ведущих ВУЗов Самары. На моей памяти это где-то десяток человек в год, которые действительно достигли многого в школе, но они добрали баллы ЕГЭ, допустим, для поступления туда, куда они хотят. Мы можем взять за свой счет на коммерческую основу, чтобы этот человек учился и своими знаниями, своими возможностями уже в ВУЗе, в науке, может быть, даже в искусстве, в чем-то продвигал Самарский университет и делал вокруг себя команду, которая бы продвигала в каких-то результатах Самарский университет. История о семейных страстях и подлинной любви. В Самарском художественном театре премьера спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссер поставил спектакль максимально близко к источнику. Как многовековую историю воспринимают сегодняшние зрители, узнал наш корреспондент. У бурных чувств неистовый конец, он совпадает с мнимой их победой. Не осовременивать, а поставить как можно ближе к источнику. Таково прочтение известной пьесы «Ромео и Джульетта» Шекспира режиссером Павлом Карташовым. Он говорит, это лучший способ погрузить зрителя в сложную психологическую атмосферу произведения. Премьера спектакля прошла в Самарском художественном театре. И если очень романтизировать, либо наоборот осовременивать, то вы не расскажете про любовь. Но чтобы выйти на то, что присуще высокой трагедии, политики мало. Нужно цеплять струны, отвечающие за любовь, а это уже поэтический театр. Формат спектакля – поэтический театр. На сцене минимум декораций, динамика в игре актеров, костюмы средневековые. Атмосфера той же эпохи – страсти, интриги, ощущения близкой беды. Спустя короткое время между сценой и зрительным залом пропадает невидимый барьер. Постановка полностью поглощает зрителя. Спектакль сам по себе с очень глубокой атмосферой. И он очень хорошо погружает в себя. Я считаю, что это важно. Зрители смотрели постановку не отрываясь. А это главный успех любого спектакля. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. У Советов женские крылья. На стадионе «Металлург» прошла первая открытая тренировка женской футбольной команды под известным брендом. Кто они, амазонки будущего самарского профессионального футбола, расскажет Сергей Кизоркин. У Крыльев Советов новый капитан. Студентка, пловчиха и просто красавица. Мария Черепанова попала в женский футбол «Наспор». Однокурсник во время спартакиада предложил ей сыграть на турнире. Она согласилась. Сейчас Мария мечтает не только выиграть чемпионат страны, но и в составе национальной сборной стать чемпионкой мира. Теперь Черепанова – защитник легендарного клуба «Крылья Советов». Первая моя тренировка. Я купила себе форму, все по-взрослому. Отбитые ноги, синяки. Мама говорит, ну ты же принцесса, зачем тебе это нужно? Но нет. Тут уже чисто из-за характера, да, осталось. Дальше, к моему огромному счастью, на самом деле, я попала в команду Комаровой Галини. Тогда мы еще были с «Дюшор» номер 11. Женский клуб «Крылья Советов» разновозрастной. 40 девушек от 12 до 25 лет. Это три команды. Все друг другу помогают как в спорте, так и в жизни, рассказала капитан старшей команды. Ведь сейчас для них главная задача – создать боеспособный коллектив для участия в первенстве России. Старт весной в третьем дивизионе. Руководство клуба ставит амбициозные задачи. Через несколько лет «Крылышки» должны играть уже в элите женского футбола. Что касается девочек, это все любители. То есть контрактной системы пока не предусмотрено. Но в процессе развития клуба, в процессе женского, мы, естественно, будем это предусматривать. Надо нам добраться, например, лиги женской. Я думаю, что будем о чем-то говорить. Начиналась история женских «Крыльев» с любительской команды «Виктория». Затем была 11-я спортшкола Олимпийского резерва. В Центре подготовки футболистов спортсменками сейчас занимаются профессиональные тренеры Андрей Дементьев и Галина Комарова. На протяжении всех лет, в которых мы тренируемся, когда мы создавали эту команду, цель и задача была создать в своем городе команду высшей лиги, чтобы в дальнейшем создать команду мастеров. Женская команда мастеров в Самаре играла с 1992 года под брендом «ЦСК ВВС» до 2014-го. Потом финансирование прекратилось. Осенью 2019-го девушек-спортшкольниц под свое крыло взял профессиональный клуб «Крылья Советов». Ветераны футбола очень довольны таким решением старшего брата. Это, конечно, эпохальное событие. И вот эти девчонки сегодня начинают новую летопись, наверное, в истории женского футбола, именно нашего города. И мне кажется, я тоже в свое время была капитаном, и сегодня Мария, когда интервью давала, мне прямо хотелось ей какую-то эстафетную палочку передать, потому что команда «ЦСК ВВС» тоже начинала свои победы ковать именно на этом стадионе. И в 1992-м мы стали серебряными призерами, в 1993-м мы уже стали чемпионами. Сейчас в женском чемпионате России по футболу 8 команд. Это «ЦСК», «Локомотив», «Чертаново», «Торпеда», «Енисей», «Кубаночка», «Звезда» и «Рязань ВДВ». Если все пойдет по плану, то в 2021 году в этой очаровательной кампании окажутся и «Самарские крылья Советов». Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и отличных выходных!